Программа «Другого глобуса нет» — Канада для тех, кто остаётся. Новости с 6 по 12 мая. Британская Колумбия стала первой в этом году, с кого начался ежегодный марафон лесных пожаров в Канаде. На севере провинции, практически на границу с Югоном, объявлена экстренная эвакуация поселения коренных народов. Альберта тоже уже горит, в Эдмонтоне дым. И ещё про Беси. Оттава позволила провинции изменить условия декриминализации наркотиков. Год назад провинция стала первым участником безумного трёхлетнего пилотного проекта под декриминализацией небольшого количества тяжёлых наркотиков, типа героин, для личного употребления. Министерство здравоохранения, как ни парадоксально это звучит, дало разрешение на употребление наркотиков в общественных местах. Идея проекта состояла в том, что если наркотики не запрещать, то зависимые не будут прятаться, и их легче будет спасти в случае передозировки. Никто, правда, не подумал о том, что для молодёжи подобная легализация означает одобрение принятия небольших доз, а отсутствие страха ареста позволяет употреблять наркотики когда и где угодно, то есть чаще. Всего через год провинция взвыла. Шприцы, наркоманы, люди в тяжёлом наркотическом опьянении, молодёжь, развлекающаяся пока первыми дозами, появились повсюду – в детских парках, торговых комплексах, метро, кинотеатрах. Британская Колумбия обратилась к федеральному правительству с просьбой запретить приём наркотиков в общественных местах. Министр по зависимостям, у нас есть такой, подумала, собрала совет и в итоге позволила провинции вернуть запрет. Всю неделю лидер оппозиции Пьер Пуальевро настойчиво возвращался к этой теме на заседаниях Палаты представителей и пытался остановить труду от легализации тяжёлых наркотиков в городе Торонто, от которого уже поступила заявка, и в Монреале, администрация которого тоже мечтает о легализации и даже голосовала одиногласно «за», но ещё не подала официальный запрос федералам. Теперь международное. В пятницу Трюдо подтвердил, что Канада готова признать палестинское государство. Это фундаментальное изменение, сообщил премьер-министр Канады, так как раньше страна была готова пойти на признание только в случае финального этапа переговоров между Израилем и Палестиной. Теперь Канада может признать Палестину как государство в любой момент и в одностороннем порядке, без согласия Израиля. «Канада всё ещё поддерживает право Израиля на существование и защиту», добавил премьер Канады. О финансах. «ТД Банк», второй самый крупный банк Канады и шестой Северной Америки, оказался замешан в крупный и опасный скандал с отмыванием денег от продажи наркотиков. О проблеме стало известно некоторое время назад. Её пытались замять. На этой неделе стало понятно, что скандал может очень серьёзно ударить по репутации банка и по его финансовому положению. Банку грозит штраф до 2 млрд долларов США от регуляторов в Штатах. Предполагают, что банк стал координатором схем и связан с китайским преступным миром, который через банк легализовывал деньги от продажи фентанила. Прокуратура уверена, что через банк прошли сотни миллионов долларов. По одной из схем, известной даже как манкуверская модель, деньги отмывались через казино, а затем инвестировались, например, через ипотечные кредиты. Эксперты считают, что это стало одной из причин веского роста цен на недвижимость. Финансовое положение банка стабильно, но 2 млрд долларов США станут тяжёлым ударом и приведут к сложному десятилетию. Банку придётся потратить деньги не только на штрафы и судебные сдержки, но и на крупную реконструкцию для предотвращения подобных проблем. В результате сумма существенно превысит 2 млрд и лишит банк возможности экспансии в США, на которую он очень рассчитывал. «Будет очень тяжело, и только потом станет лучше», заявил глава банка. Теперь главное. Банк Канады на этой неделе начал готовить канадцев к возможным проблемам. Экономические индикаторы не говорят в пользу понижения центральной ставки, и банк предупреждает об этом заранее. По показателям, канадский доллар подрос на 0,3%, по сравнению с соседом. Уровень средней канадской зарплаты поднялся до 34,95 долларов в час. На рынке труда прибавилось 90 тысяч рабочих мест, что в пять раз выше, чем прогнозировали. А уровень безработицы застрял на отметке 6%, чего тоже никто не ожидал. Канадская экономика изо всех сил не желает умирать и борется за выживание с канадским правительством. Эксперты ранее обещали снижение ставки в июне или июле. Теперь мечтают хотя бы о сентябре. На фоне этого Центробанк начал предупреждать о грядущих проблемах. Базовая процентная ставка вот уже год находится на максимальной отменке за последние 23 года, 5%. Проблема в том, что 23 года назад при ставке 5% стоимость недвижимости и потребительские кредиты были в 4-5 раз ниже, чем сегодня. Глава Центробанка на этой неделе неожиданно наконец-то посчитал, что выплаты по ипотекам с плавающей ставкой увеличатся в 2024 году на 30%, в 2025 на 50%, а в 2026 на 60% из-за волны обновлений ипотечных займов, взятых по крайней низким процентом на 5 лет. Особо это ударит по тем, кто покупал недвижимость в разгар пандемии 2020-2021 год под 0,25%. До настоящего времени канадцы выживали как могли, уточнил Тиф Маклем, глава Центробанка. В основном за счёт роста зарплаты на фоне роста инфляции, сокращения расходов и, главное, собственных сбережений. Теперь Маклем считает, наступят более тяжёлые времена, особенно для арендаторов, так как их ждёт резкое повышение стоимости аренды. Количество человек, чьи кредитные карты пусты на более чем 80%, растёт. Выживание на фоне более высоких процентных ставок продолжает представлять риски для финансовой стабильности, заявил четверг Тиф Маклем. На фоне подобных заявлений независимого Центрального банка Канады интересно смотрится подача одновременно двух законопроектов о базовом доходе для всех в парламент Канады. Биллы С-233 и С-223 практически идентичны и созданы для того, чтобы дать всем жителям Канады старше 17 лет, включая временных работников, беженцев и постоянных жителей, гарантированный базовый доход. «Почему два, спросите вы?» «Мы создали два законопроекта с одинаковым текстом, чтобы увеличить шансы, что хотя бы один из них пройдёт либо в Сенате, либо в Палате представителей. И подали их одновременно, чтобы ускорить процесс», сообщили депутаты, инициаторы предложения. Сенат уже принял билл в первом чтении, Палата будет рассматривать на этой неделе. Кстати, министр иммиграции на этой неделе встретился со своими провинциальными коллегами. Он уверен, что количество беженцев не сократится в будущем. И мы, как страна, должны готовиться к этому. Министр пообещал, что беженцы больше не будут обузы для Квебека и Онтарио, а будут распределяться по другим провинциям. Базовый доход для всех наверняка окажется хорошим стимулом. После подобных новостей становится хорошо понятно, почему Financial Post на этой неделе опубликовал мнение председателя Международного центра Рокфеллеров. Он считает, что Канада лидирует среди великих экономик, которые катятся в пропасть. Статья вышла под потрясающим названием «Предупреждение от распадающихся стран». В качестве решения ситуации Канаде предлагают сменить лидеров на тех, кто понимает, как найти выход из ситуации. Оставайтесь с нами. Обязательно подписывайтесь на телеграм-канал Канада Ньюз и наш Ютуб, чтобы быть в курсе главных изменений в стране. Другого-то глобуса нет. Продолжение следует...